всем добрый день сегодня поговорим о формировке штамба второго года сейчас я вам покажу как этот штамп заплетался в прошлом году вот так вот мы его заплетали из трех веток метровой длины и уже следующим летом вот такая получилась красота соцветиями под 45 сантиметров сегодня рассмотрим что же делать дальше по сути штамбу второй год кусту будет четвертый год что же изменилось во первых утолстились ветки но они как я и говорила в прошлом видео так и не срослись ветви между собой связаны эластичной лентой пока еще распускать ленту я считаю рано это надо делать на третий год далее мы начали формировать ветки кроны это ветки первого порядка скелетные ветки они обрезаны на две почки что такое две пары почек это каждые две супротивные почки начиная от основания ветки то есть всего это 4 почки 2 пары почек вот они в следующем году следующем летом дадут нам каждая веточку если мы посчитаем количество почек на этих ветках то у нас получится количество веточек в следующем году каждая закончится соцветием вот тут вот семь веток по две пары почек то есть всего тут получится 28 8 соцветий, 28 веток, но это не говорит о том, что все эти ветки я оставлю. Естественно, я удалю те, которые будут расти во внутрь куста, и оставлю всего около 15 веток соцветиями. Кроме того, соцветия будут больше от этого. Вот эти вот веточки я оставила для того, чтобы черенковать гортензию, это еще и немножко маточный куст, но и они будут убираться к середине лета. Ну вот, как видите, совсем нетрудно сформировать красивый высокий штамп. Главное для этого подобрать правильный сорт. Это сорт Фрайс Мельба.